И всем привет, ребят! С вами Сезанна, и сегодня у нас будет супер необычный челлендж, назовем его, например, рандомайзер цветов. Потому что наш рисунок Стадороки мы будем раскрашивать не привычными для него цветами, а теми, которые нам выпадут. В общем-то, как я и обещала в прошлом видео, я взяла все свои палитры от моих маркеров, это все маркеры Артекс, их здесь, смотрите, 239 штук. Из-за того, что листочек не один, а целых три, для того, чтобы не путаться, я их пронумеровала. Вот он наш первый, второй и третий. Какое число выпадет, будем просто с вами его отсчитывать. И для того, чтобы нам было проще, мы воспользуемся генератором чисел. Смотрите, ставим от 1 до скольки? 239. Окей. Вот так вот просто нажимаем генерировать результат, и нам дается рандомное число. Как вы поняли, будем раскрашивать маркерами, все они у меня, к сожалению, в кадр не влезают, но по палитре будем уже смотреть. Но, ребят, прежде чем мы начнем, хочу сказать вам, что в моем инстаграме стартовал снова новенький конкурс, призы которого вы можете увидеть на экране. Если хотите поучаствовать, то спускайтесь вниз по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии в мой инстаграм, читайте правила и участвуйте. А также один из главных пунктов – это креативные и интересные комментарии под любыми моими видео на ютубе. Те, которые мне понравятся, я буду скринить, и потом именно из них рандомным образом выберу победителя. Заранее спасибо всем, кто участвует, но мы начинаем. Так-так, начнем, пожалуй, мы с самого верха. Все мы знаем, что у Тодороки двухцветные волосы. Давайте сначала определим, какого цвета будет левая часть. Ну и, как вы поняли, для этого нажимаем вот сюда. Номер 198. И по моим подсчетам, этот оттенок находится на последней третьей странице, и он под номером 37. Собственно, вот такой вот желтенький оттеночек. Сразу же приступаем к покрасу. Пока что на данном этапе буду делать только один слой цветом, который нам выпал, а потом уже в конце придадим объем рисунка, сделаем тенюшки и все остальное. Теперь давайте узнаем, каким же цветом будет вторая часть его волос. Нажимаем. Номер 2. Ребят, это просто трэш, потому что это розовый цвет. Ой-ой, не повезло Тодороке. Маркирочек под номером 18. Слушайте, хотя вот знаете, если так посмотреть, то в принципе неплохое сочетание. Смотрится достаточно прикольно вместе с желтым, поэтому, ну, мне нравится. Если подумать, то оригинальный цвет волос его это белый и красный. Здесь что-то плюс-минус похожее, да? Знаете что, я не хочу делать ему разноцветные глаза, поэтому давайте выберем один цвет. Номер 58. 58-я ячейка вышел оттенок номером 144. Давайте быстренько раскрашиваем ему глазки. И, кстати, я думаю, что голубой цвет глаз это прям в тему. Нам очень повезло. Так, страсти накаляются, потому что сейчас решается судьба его пятнышка. Ну что, какой номер нас выдаст? 200-я ячейка получается на странице 3, и это оттенок 163. И вот сейчас, честно говоря, как-то выходит максимально иронично, потому что правая часть волос у него желтого цвета, и здесь данное пятно, ну, практически такого же оттенка, поэтому я такая, что? Это что, комплект? Ну, короче, смотрится зачетно. А вот теперь реально самый стрёмный момент, потому что мы подбираем ему цвет кожи. Если выпадет какой-то очень темный, это сразу все. Все, это минус. Ну что, ребят, вы готовы? И это номер 115. Извините, конечно, но мой шок в шоках. Так, 115-й номер, это оттенок номер 132. Я вообще не знаю, как могло так повести этот телесный оттенок. Смотрите, эту программу я не перезагружаю. То есть, какого числа мы закончили, дальше я его вставляю, и потом на следующий этап заново будем генерировать. Вот реально больше всего я боялась именно за оттенок его кожи, потому что если бы выпал какой-нибудь темно-зеленый, или темно-синий, или там фиолетовый, это все, минус 90% к его шикарному образу. И я сейчас раскрашиваю и понимаю, насколько же этот оттенок ему подходит. Я до сих пор не понимаю, насколько сильно могло повести типа 239 оттенков, ну и, можно сказать, плюс-минус там 10 или 15 оттенков, тех, которые вот реально нам были нужны. И нам он выпал. Как? Так, это просто магия. Следующее, что мы будем раскрашивать, это вот эти вот две полоски на костюме, потому что они одного цвета, в оригинальной они белые, а эту будем отдельно, потому что она должна быть как бы красной. Ну, посмотрим, какого у нас выпадет цвета. Номер 119. В итоге, за подсчетами, 119-я ячейка это оттенок под номером 132. И знаете, если так посмотреть, то достаточно неплохой вариант, он немножечко смахивает на тот же белый оттенок, но он самый, наверное, светлый из тех, которые мы могли с вами выбить. Поэтому даже сейчас мы практически бок о бок идем с оригиналом. Теперь посмотрим, что выпадет нам на вот эту вот часть его костюма. Нажимаем номер 225. И это оттеночек CG8. Немного темноватенький, конечно, но вполне для данного образа, думаю, подходит. Главное сейчас не вылезти за контур, потому что ляпы в темных оттенках видны особо сильно. Затем у нас идет также одна из основных частей, это его костюм. Вот, блин, прикол будет, если будет розовый. Ну, посмотрим. Номер 187. Не поверите, этот оттенок находится на третьей также странице. Номер 31. Да, на самом деле прям такой себе оттеночек. Хотя, подождите, чего это я сразу возмущаюсь? Давайте попробуем уже полностью раскрасить и тогда посмотрим, как он будет выглядеть. Так, ну, такой вот темно-песочный оттенок. Неплохо. Не скажу, что прям мне очень нравится или очень не нравится. Что-то средненькое. Но, по крайней мере, это лучше, чем розовый или светло-зеленый. Да и вообще, если посмотреть на палитру, там очень много светлых оттенков. И если бы нам попался какой-то из них, то было бы вообще, ну, не очень. А так, мне кажется, неплохо. Ну, и к волосам немного подходит. Теперь, для полного завершения образа, давайте сделаем ему фон с левой стороны и справой. Начнем, наверное, с левой, так будет мне удобней. Так, генерируем число номер 19. И это ячейка на первой странице под оттенком 12. Единственное, что я хочу сказать по этому поводу, это почему он нам не попался на правую сторону, где розовая часть волос. Блин, ну, слева это смотрится не четко, но справа, если бы было, просто огонь. Вот реально, было бы офигенно. Ну, а сейчас какая-то каша-малаша. Как видите, фон я полностью не стала заливать, а сделала вот такие вот штукенции. Слевую сделали, теперь правая сторона на очереди у нас под номером 41. Да уж, ячейка 41, это номер 73. Опа, произошло то, чего я больше всего боялась, потому что нам попался очень темный оттенок. Опять же, я не буду заливать полностью весь фон, сделаю такие вот загогулинки, но их будет поменьше, чем с левой стороны. Так, что могу сказать, выглядит это все очень непривычно. И мне кажется, что он смотрится слишком плоским, в принципе, нам цвета. И так, понятно, я думаю, можно сделать ему немножечко теней. Это уже будет без генератора чисел, просто сделаю немножко темнее этими же цветами. Но сами согласитесь, что выглядит немножечко, мягко говоря, ущербно. Если так вот оставить, то это прям 2 из 10. Не знаю, на сколько процентов у меня получится его улучшить, опираясь именно на вот эти вот цвета, которые нам попали. Но все же я буду стараться, чтобы он вымахал хотя бы до семерочки-восьмерочки из 10. Так, ну, как вы сами видите, изменять основные оттенки наши базовые я не буду. Добавляю только либо светлее, хотя светлее нет. Нет, светлее я не брала, потому что они здесь ни к чему. Я здесь не оставляла белых участков. Я беру только темнее и все. Единственное, где я использовала немного не тот оттенок, это для покраса его кожи. Я взяла фиолетовый, ну, а так вроде везде более-менее похожие. И, ребят, вот даже сейчас, спустя те пару минут, которые вы наблюдаете за покрасом, ну, для меня это было где-то минут 20, может быть, 30 все забрало. Ну, в общем, спустя эти несколько минуточек вы и я видим, насколько же рисунок стал лучше. Прям вот реально лучше. Мне кажется, это даже 9 из 10. Если бы, ну, не такой какой-то стремноватенький фон, то было бы вообще зашибись. Дико извиняюсь, но я не эксперт, не мастер в фонах. Сделала это чисто от балды. Ну, если сдалека вот там посмотреть, то смотрится прикольненько. А так, давайте еще под конец добавим мою любимую белую гелевую ручку, которую я уже давно не использовала, кстати, в своих видосах. Да, вы заметили? Вот, она придаст еще более такого изящного, такой изюминки придаст данному рисуночку. И вообще, готово, все шикарно, мне нравится. В общем-то, вот такой вот результат у нас получился. Как бы да. Если бы не пасмурная погода за окном, то в кадре не было бы вот этой вот синеватой пелены. Ну, плюс-минус вы видите настоящие оттенки. Вот так вот ближе показываю, но на самом деле он более розовый, чем кажется на экране. Не знаю, может я его сфоткаю, в принципе, запощу себе в инстаграм, чтобы вы смогли полностью оценить данный рисунок. Ну, а так, все равно, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам вообще вот такой вот результат, и понравился ли вам подобный челлендж, снимать мне такое еще или нет. Скажу честно от себя, мне очень понравилось, и я бы хотела продолжить. Ну, а вы пишите свое мнение внизу. Ну, а на этом было все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте о моем конкурсе. Все ссылки в описании и в закрепленном комментарии. А мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!